Хорошо, я с одной стороны готов уже начинать, с другой стороны ожидаю слайдов. А, за прибором пока никого нет. Хорошо. Мой доклад называется «Сценарии миграции доменных инфраструктур». За последний год у нас огромный наплыв заявок по задачам, связанным с попытками миграции доменных инфраструктур на базе Active Directory на что-нибудь. Что вы нам предложите? И есть два фундаментальных варианта, которые есть в open-source и доступных. Это контроллеры домена на базе Samba, которые совместимы с Active Directory и являются его альтернативной реализацией. И проект FreeIPA, который разработан как аналог Active Directory, но свой собственный для Linux клиентов, не поддерживающий Windows клиентов. Мой доклад в итоге состоит из таких блоков, на которые я хочу обратить внимание в рамках всего этого процесса миграции. Какие подходы в целом здесь можно большими мазками выбрать и между чем стоит выбор? Какие среди этих вариантов выборы доступны сейчас и чем ограничены? Ну и что мы можем предложить? Хотелось бы тоже кратко затронуть. Я, наверное, буду приводить примеры в процессе, а так у меня вот смысл в следующем. Мы, говоря о доменной инфраструктуре, прежде всего имеем в виду Microsoft Active Directory. Практически любое предприятие, на которое вы сейчас можете прийти, вуз, госучреждения, там установлены сервера Windows, на которых развернута вот эта самая инфраструктура, где хранятся пользователи, пароли, группы, и к этой инфраструктуре привязаны очень многие другие службы. Мы доклады слушали по поводу миграции учебных заведений, и у них та же проблема. Какие-то службы у них привязаны к собственным микрософтовским серверам. Так вот, задача заключается в том, чтобы мигрировать на что-то. Мигрировать мы можем либо на Самбу, либо на Ипу, и у нас еще был такой вариант гибрида. С одним из заказчиков мы плотно работали, и сложилась такая цепочка. Дело в том, что у Самбы нет полноты реализации Active Directory, в частности она не поддерживает лес. Лес — это возможность использования не одного домена, а группы так называемых поддоменов, которые позволяют автоматизировать так называемые доверительные отношения и в глобальном каталоге хранить кэш всех доменов, которые при этом хранятся в рамках одного целостного решения. Вот Самба вот эту особенность не поддерживает, это сильно осложняет миграцию. Так вот, Самба сама по себе предоставляет прежде всего, в отличие от Ипы, совместимость с текущими решениями, которые могут быть введены в тот же домен, прежде всего имея в виду рабочие станции на базе Windows. Если сейчас такие станции есть, то они вместе с Самбой тоже могут работать. А другая часть — это архитектура внутренней Active Directory, это все-таки дерево, где можно делегировать отдельные полномочия в контейнеры, которые называются организационными единицами или подразделениями. У Ипы такого нет, и это такое ограничение. Мы можем получить решение на базе Самбы, где есть преимущества такого рода. И сейчас дополнительно в рамках наших дистрибутивных решений мы еще и графические инструментарии к ним добавили. С другой стороны, Ипы сама по себе достаточно целостна. У нее есть, я называл это клиент-серверная согласованность. Суть в том, что компоненты, которые разработаны RedHat в рамках этого проекта, они знакомы со всей инфраструктурой Linux, и здесь каких нет расхождений. Например, Security ID, так называемые идентификаторы пользователей и групп в Active Directory, они привязаны к NTFS и имеют 128-битный размер. А идентификаторы пользователей и групп на файловых системах X4, они 32-битные. Это приводит к необходимости такого маппинга, возникают сложности. Кроме того, сама Ипы включает в себя встроенные сервисы, среди которых самый важный и интересный это Центр управления сертификатами, CA. Этот проект называется Doctech. Это первая такая компонента, которая очень интересна. И вторая это Kerberos Proxy, позволяющий из закрытого контура одного домена входить через Kerberos в закрытый контур другого домена. А в Sambi такого компонента встроенного нет, но это надо еще и проверять, будет ли работать там протокол расширенный. В общем, решение есть, возможности существуют, но это не целостное решение. В этом плане идея была еще такой. Попытка построить что-то, использующее и те, и другие преимущества, привела к идее о том, что можно попытаться взять Ипу в качестве технологического домена. Ну не знаю, в Microsoft Windows это, наверное, будет корневой домен леса. И с помощью него связать все остальные домены. Не как лес, а как стандартные доверительные отношения частного уровня. Вот такого рода решение мы опробовали, и оно дает определенные результаты. Я такую схему назвал гибридной. Теперь давайте рассмотрим сценарии миграции, которые в целом волнуют заказчиков и тех, кто хочет на что-то переехать иное, чем Microsoft Active Directory. Идея плавной миграции заключается в том, что в принципе, как аналог Active Directory, сам BDC позволяет ввести в домен сервер контроллер домена на Sambi таким образом, что он вытянет все данные, и введя какое-то количество контроллеров домена на Sambi, можно постепенно погасить все контроллеры домена на Windows. И все это произойдет автоматически, совершенно бесшовно. Там есть довольно много различных ограничений. Главное в том, что если у вас есть уже сервера 16, здесь 16, это уже может не сработать, ну точно не сработает. Если у вас есть огромный домен, там есть проблема первичной репликации, которая истроена иначе, это может проходить многие часы, не всегда отрабатывает. Мы сейчас, кстати, ищем там ограничения по этому поводу. Есть желающие именно такого рода миграцию провести. Кроме того, расширение схемы, так называемое, позволяющие новые объекты вносить в базу, оно у Microsoft реализовано довольно хитро и приводит к тому, что когда Microsoft Active Directory расширяет схему, то при репликации возникают проблемы. Они вроде как иногда и не должны возникать, но конфигурации у каждого клиента уникальные, гарантировать сложно, что не будет конкретных проблем. А отдать на откуп свою инфраструктуру, чтобы мы поигрались и убедились, что там не будет проблем, это мало какой заказчик готов сделать. Это нужно специальным образом договариваться. И ресурсов требует довольно много, чтобы воспроизвести где-то в локальном окружении доменную инфраструктуру в виде среза с миллионом записей. Там много, оказывается, требуется ресурсов на саму репликацию. Ну и да, я уже упоминал отсутствие поддержки полноценного леса. Это особенность самой Active Directory. То есть возможность плавной миграции была бы идеальна, но есть куча ограничений, и мы приводим к тому, что большинство заказчиков крупных скорее стремится к идее постепенной миграции. Но тут идея в чем? Мы берем либо уже SAMB, либо IPU и делаем параллельный домен. В этом параллельном домене начинаем заводить новых пользователей, жить в этом новом мире, дополняя это такой возможностью. Доверительное отношение между старой доменной инфраструктурой и новой позволяет, введя компьютеры в новый домен, заходить, логиниться, получать доступ к службам пользователями из старого домена, потому что между доменами настроены доверительные отношения. Я тут собственные идеи сейчас уточню. Клиентские ограничения. Да, смысл в чем? При этом я вот написал SAMB и или FREEIP. Имея в виду, что мы можем либо SAMB, либо IPU, либо тот гибридный вариант, о котором я чуть ранее упоминал. Соответственно, когда мы говорим о SAMB, это удобно еще и тем, что дальше будет доклад по поводу групповых политик. Идея групповых политик – это такой встроенный configuration management в доменную инфраструктуру. Он поддерживается в Microsoft Active Directory, и мы разработали возможности его использования в наших клиентских рабочих местах. Поэтому получается, что SAMB DC в этом плане для многих клиентов оказывается более удобной. Там множество совместимостей сохраняется на уровне протоколов и на уровне протоколов, связанного с взаимодействием самого администратора. Человек привык пользоваться такого рода системой, и ему дается такая возможность. Так вот, если мы используем при этом SAMB, у нас возникает необходимость унификации идентификаторов пользователей групп, которые отображаются из security ID в инфраструктуре SAMB, внутренней. Это называется ID-маппингом. И этот ID-маппинг может быть, в принципе, неудачно организован, если пользователи группы одного и того же доменного пользователя оказываются разными на разных компьютерах. Это требует просто усилий некоторых. Еще одна особенность постепенной миграции, это мы же заложили, что у нас будет параллельный домен, мы же будем это делать постепенно, это будет долго. Значит, будет длительная вот эта процедура неясности, когда же мы наконец переехали, или еще не переехали. Вот здесь оказывается непроработанный сценарий до конца, а когда же мы переедем, и в чем же завершение. Длить это можно долго, а заказчик хочет узнать, когда же это все будет готово. Это дает свои ограничения. Еще один момент, который можно было бы использовать для миграции, так называемый, это в свойствах пользователя есть и групп, есть такой атрибут, называется seed history. То есть идея миграции, вообще говоря, ранее была многократно проработана самим Microsoft, когда они из других своих собственных доменов мигрировали, объединяя компании. То есть средства миграции у них собственные есть, у них разработана внутренняя возможность сохранения двух идентификаторов пользователя. И вот seed history — это исторически предыдущий seed, который был по отношению к этому объекту безопасности. Сам бы, к сожалению, это не очень поддерживается. Я буквально сегодня ночью просматривал списки рассылки, где обсуждалась в осенью прошлого года эта тема. Люди интересуются, решение, в общем-то, можно было бы получить, и тогда постепенно миграция была бы гораздо более интересной. То есть как еще раз мы ее строим? Мы берем старый домен, поднимаем рядом новый, строим доверительные отношения, а вновь созданные пользователи, или мигрированные пользователи в новом домене могут на ресурсы старого заходить, как будто бы одни и те же пользователи старые. Я так себе это представляю. Тут нужно детализировать этот механизм технически. И получается, сценарий-то был бы замечательно, на самом деле и построен. Но сам бы его не поддерживает. Это особенности сложности самой постепенной миграции. Для ИПы здесь есть другие встроенные средства, позволяющие проводить элементы миграции, но там скорее вопрос сводится к совместимости на уровне служб. И дальше мы приходим к такому моменту. Миграцию я бы разделил на несколько категорий. Первая категория, когда мы приходим и спрашиваем, что вы хотите клиенту, заказчику, который собирается мигрировать. Вы собираетесь мигрировать прежде всего клиентские рабочие станции или все-таки сервера? С чего вы начинаете? Что вы хотите? И некоторые клиенты с вами подходили и говорили, мы хотим мигрировать сервера. Нам клиент оставить, Windows как есть, ничего не делать. А вот нам отдельный домен, и в нем сервисов новых наделаем на Linux, и у нас будет отдельная мигрированная серверная инфраструктура. Можно так? Ну мы разбираем, так можно, так можно. Здесь где-то больше подходит IPA, потому что сервера, она как бы с IPA гораздо больше вяжется, и есть много удобных плюшек. Если мы говорим о клиентской миграции, то это вот то, на что в свое время мы присматривались, это миграция большого количества рабочих мест. Там нужно конфигурирование, там удобные и нужны групповые политики. И в этом случае гораздо удобнее SAMBA, потому что мы по предыдущему разбору видим, что SAMBA предоставляет и configuration management встроенные, которые мы называем групповыми политиками, и более удобно связывается с инфраструктурой, которая построена ранее на Microsoft Active Directory. Комплексной миграцией я назвал сценарий, при котором нам нужно вроде как и то, и другое, и как можно быстрее, и вот сразу. И в данном случае имеется в виду следующее. Нужно сделать обе задачи, и вот для такого рода миграции мы как раз и проработали гибридную схему, где мы используем и IPU, и SAMBA. Было бы неплохо это сделать. Значит, у меня потребовалось для одного из крупных заказчиков около двух недель такого напряженного труда, чтобы все это прикрутить, убедиться, что оно все работает, и вывести на демонстрацию. Это не раз, жало заработало. К сожалению. Потому что очень много деталей, очень много особенностей, каждая инфраструктура уникальная, и даже ту, которую собственную делаешь, она еще одной уникальной получается. В общем, мы движемся в этом плане в сторону упрощения, развертывания типовых решений в рамках наших дистрибутивов. Значит, я подошел к этому плану к завершению. Вот такие возможные варианты миграции у нас сейчас есть и доступны. А ссылки я, как и на предыдущем докладе, предлагаю постепенно наращивать в наших ресурсах на Вики, и скорее вот здесь призываю всех заинтересованных подписываться на рассылку SAMBA, обсуждать свои задачи, варианты, возможности, чтобы у нас было больше обратной связи. При этом гарантировать, что мы все проблемы решим, мы не можем. Наверное, хотелось бы разобраться с тем, что мы можем сейчас быстро сделать, и что подходит. А что мы можем сделать еще долго, и через энд лет появится что-нибудь удачное. Вот, поэтому все, я завершил. Спасибо. Вопросов? Да все-все знают. Классно? Нет, есть? Я понял, они боятся летающего микрофона. Поблагодарим докладчиков. Спасибо. Спасибо. Спасибо.